Сам себе художник. Совместить красивое и вкусное можно с помощью еды и пищевых красителей. Эти добавки помогут превратить блюдо в художественный шедевр. Красители бывают разные. Бывают порошкообразные, гелевые, водорастворимые, жирорастворимые. Каждый краситель подходит для определенной группы продуктов. Допустим, для шоколада используется жирорастворимый. Допустим, обычные жидкие красители имеют короткий срок годности, если их открыть. Чаще всего пищевые красители можно встретить в кондитерских изделиях и сладких напитках. Все добавки делят на натуральные и синтетические. Последние дольше сохраняют свой цвет, меньше влёкнут при термической обработке. Но в стремлении придать блюду необычный оттенок надо быть аккуратнее, вкус можно испортить. Многие красители, если переборщить, меняются, дают горчинку. Так что тут нужно смотреть интенсивность, самим регулировать. Но вот, как было видно, мы делали синабоны, и у нас чуть-чуть цвет поменялся, стал менее интенсивный. Так что добавляйте краситель буквально по капельке, тогда ошибки не будет. Достать тюбик или баночку с яркой добавкой теперь несложно. Они продаются в специализированных магазинах для кондитеров и даже в крупных торговых сетях. Одна баночка стоит около 200-300 рублей. Пищевые красители могут уже содержаться в готовых продуктах, причем часто они зашифрованы под стандартным индексом Е. По классификации пищевые красители относятся к той группе, где обозначение идет с индексом Е от 100 до Е-182. И не все красители, которые обозначены буквой Е, это плохие. Дело в том, что туда входят и натуральные красители, например, каротиноиды, которые мы видим с вами и употребляем в пищу в моркови, например, в облепихе. Все, что промаркировано Е-160 и далее, это красители антоцианы. Среди них всем известный бета-каротин. Е-140 – это хлорофилл, так что прежде чем отложить покупку с красителями Ешками, лучше проверить, может, они безуредные. Но есть и такие добавки, которые запрещены в нашей стране. Е-121 и Е-123 – это цитрусовый красный амарант. Использовать их нельзя. Или, например, краситель Е-102 – тартразин, который очень активно используется в кондитерской промышленности для того, чтобы окрасить, допустим, в желтый цвет, либо в зеленый, потому что совмещение желтого и синего нам дает зеленый цвет, он у нас в России разрешен. Но в странах Евросоюза он запрещен к использованию. Чтобы есть без опасения, готовим натуральные красители сами. В помощь содержимое холодильника свеклы и морковь – самые яркие овощи. Можно добавлять красители везде. Например, мы готовили пасту. Если мы добавим… У меня был уже казус очень смешной. Много свекольного сока и сварим эту пасту. Она будет похожа на маленький колбаску. К сожалению, натуральный краситель при температурной обработке теряет немного свой цвет и становится чуть-чуть блёхлым. Но вы можете это очень классно выиграть соусом. С яркими помощниками завтрак, обед или ужин заиграют новыми красками.